СПАРТАК 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 только они все разрозненные и как команда, как единое целое не существует, как и конкретно 4 или 5 защитников. Они как единое целое не существуют, поэтому очень много ошибок. Многие же задают вопросы, я отвечаю одну вещь. Проскальзывало, что может быть велись, а может не велись разговоры с Арсеном Менгером. Что в Москве появился Гатуза. У молодых спартаковских идет разговор Юран, Дима Парфеонов, Андрей Тихонов. Естественно, всплывает фамилия этого Карпина. На вскидку, вот так посмотрев, однозначно Карпин вырос как тренер. Другим еще надо набивать шишек. И вот в такой ситуации, брат, Спартак, в тяжелейшей ситуации можно себе карьеру только сломать. Карпин уже набил себе шишек. Ну и потом видно, что он вырос как тренер, что там говорить. А самому Карпину нужно спартак? Нет, тут же вопрос другой. Как Карпин уходил в такой ситуации? Слово простить, наверное, не подходит. Но простит его за те высказывания, которые были из Уз Карпина о Федунине. Помнишь, там какие-то были всякие негативные вещи. Не будет ли здесь... Ты знаешь, мудрость должна существовать руководителя, большого руководителя. В конце концов, Старостин и Бесков были антиподами. Но Старостин, как начальник команды, терпел динамовца Бескова десятилетие во благо Спартака. Это хороший пример, да. Но вот сейчас сезон, можно сказать, провален. Там 9 очков до 5-го места. Ну, вопрос... То есть какого тренера искать? Он 15 лет провален в Сезон. Вопрос-то в другом, понимаете, в чем дело. О том, чтобы было понятно, что команда существует, команда растет. Кого надо докупить, кого не убрать из команды. Вроде бы поменяли полностью команду, а она никакущая, откровенно говоря. Ну, даже простая вещь. Вот пример, да, Гулиев. Ну, сейчас никакой. Просто никакой. А в Ростове он был заметной фигурой, по большому счету. Тот же Мирзов был заметной фигурой в Тууле. Как сделать, чтобы они вот в свою силу играли? Я совершенно не знаю игроков Ларсона и вот этого Крайля. Или как его? Да, да. Совершенно не знаю. Ну и вот по этим играм, которые они уже играли, не узнал, откровенно говоря. Потому что каждый раз возникает вопрос, а кто их купил и еще деньги заплатил. Вот. Отсюда вопрос. Есть, существует мнение, что виноваты не только Кононов, но и авторы трансферной кампании. Во-первых, над Кононовым есть руководители, которые что-то должны поправлять, за что-то отвечать. Во всяком случае, ведь, знаешь, тут надо знать, как это выглядит. Слушай, тебе кто нужен? Полузащитник? Вот есть Крайля. Тебе нужен вот этот Крайля или нет? Да, мне нужен. Тогда отвечает человек, который сказал, да, мне нужен. Понимаешь? Это тренер главное. Или так это выглядит. Мы тебе вот даем полузащитника, он такой-то, такой-то, такой-то. Вот мы тебе его даем, а ты уже там что-то хочешь с ним делать. Тогда виноват Сорн, понимаешь? А как? Мы же не знаем, как там это все происходит. Просто не знаем. Ну вот я вас как раз тогда хотел спросить. Если сейчас сезон уже в разгаре, вот когда Спартак будет выбирать себе нового тренера, от чего ему отталкиваться? От того, что тренер должен сейчас прийти и начать строить команду, которая будет добиваться результата в этом сезоне. Но вы же убрали тренера. Или, извините, извините. Или это может быть переход. Убрали тренера, что у него должен прийти тренер. Я имею в виду, Евгений Серафимович, но ведь, например, существует вариант с переходным тренером, вот условно Тихонов. Он может просто довести команду до конца сезона. Никакого переходного тренера не может быть. Это все. А где-нибудь в Европе был переходный тренер? Невилл в Валенсии. Все, ты задумался и все. Но я вспомнил. Помните Невилла в Валенсии? Где? В Валенсии Невилл, когда тренировал, бывший защитник МЮ, провалился под всем тренером. И еще в Челси один тренер, который выиграл Лигу чемпионов. Да, да, кстати. Переходный такой, да. Даже два у них были. У них и Грант был, и Демотео был. Еще гус-хидинг приходил как-то на концовку сезона. Ну да, 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 да. Но это же приходил гус-хидинг, понимаешь, а не Кузнецов. Я бы еще понял, если Дима Кузнецов, который играл в футболы, там, и тренировал, был вторым тренером. А здесь какой-то Кузнецов, которого я, например, не знаю, честно говоря. Я вообще не понимаю, как эти люди вдруг оказываются в «Спартаке». Вот эти цорные и прочее. Я вообще не понимаю, что за проходной двор устроили в «Спартаке». Напиши вот это вот. Обязательно. Еще одна кандидатура. Помните, Виктор Булатов хорошо работал с дублем «Спартака», с молодыми парнями занимал высокий… Ну, знаешь, для того, чтобы сказать, что Виктор Булатов – хорошая кандидатура, надо… Вот понимаешь, в чем дело? Вот когда вы меня вообще спрашиваете про тренеров, для меня три… Вот для меня было, предположим, пять тренеров, да, это Качалин. Он был немного и в сборной, да, но он опытнейший человек был. Опытнейший. А сборная – это немножко другая работа совершенно. Другая. Значит, а потом были тренеры клубные. Симонян, он мне как отец был практически. И Бесков. Ну, выдающийся все равно наш тренер. И Лобановский. Тоже выдающийся наш тренер. Это люди, когда я с ними работал, уже по 25 лет работали тренерами. Понимаешь, в чем дело? Они уже все проходили. И неудачи, и удачи. И, ну, короче говоря, это уже были монстрами тренерскими. Вот. А потом был Крутиков. И с ним Спартак вылетел, потому что ни игры никакой, ни состава никакого. И вот, ну, вот такая история. Ведь закону на ум, как хочешь или нет, есть некий шлейф. Шлейф такой, что у него в двух командах получалась работа. Она была... Команда была симпатичная. Краснодар и Тула. А в одной, в Ахмате, не получалось. Да, да. И мы совершенно не знаем, получалось ли у него или нет на Украине. В Металлурге, по-моему. Работал, да. Ну, мы как-то не следили за этим. Понимаешь, в чем дело? Но опыт. Еще один из моментов. Это харизма. Харизма того же Симоняна заключалась в том, что он выдающийся футболист. И мы на него смотрели. Знаешь, тренера должны или бояться, или уважать. Вот Симоняна мы уважали. Днецкого мы уважали и боялись. Лобановского то же самое. Понимаешь, в чем дело? Вот. И тут трудно сказать. А Витя была... Я не могу ничего сказать. Вот, например, мне сейчас болельщики там пишут. Вот я вчера выступил, сегодня в эфире выступил. Я говорю, в Рим пришло расставаться с Кононовым. Тут вопрос нет. Хотя я с ним в дружеских отношениях. Ну, результаты. Ну, Платон не друг, а истина дороже. А истина – это Спартак, в конце концов. Вот. И они пишут. Вот, ты же был за него туда-сюда. Был за него. Считал, что у него получится. Ну, не получилось. Что теперь? Тренер должен уйти. Тренер должен уйти, чтобы другой сделал со Спартаком то, что мы хотим видеть, в конце концов. Только и всего. Черчесов смог бы. Ну, я думаю, там надо же знать, там есть много подковерных. Как Черчесов уже однажды договорился с Сидуном, когда работал в этом… В Амкаре. В Амкаре, да. Он договорился с Сидуном и поехал. А вечером встретился с Аджоевым, они друзья, и с Ротенбергом, которые его начали уговаривать. Он сказал, я уже в Спартаке. А Асхабадзе выследил и передал Сидуному, что после нас он встречался с Сидуном. Сидун на следующий день, когда Черчесов приехал в Амкар, Сидун или кто-то из клуба позвонил и сказал, мы в вас не нуждаемся. Вот как в этом случае будет себя вести Черчесов? Более того, что Черчесов сегодня на коне и в сборной, и кто же его отпустит на самом деле. А по-тренерски? Я думаю, что да. Ну, а вспомните, во-первых. Во-первых, он вырос как тренер. Он уже работал еще и чемпионом, сделал в Польше команду, и сейчас все равно. Ты знаешь, тоже же может не получиться. Но здесь не получилось полностью. Здесь ничего положительного не было. Ничего, кроме вот, когда только собрали эту команду, настроили, она сама по себе, можно сказать, обыграла ЦСКА. Вот все остальное же невозможно смотреть. Игры-то нету никакой. Нету перехода из обороны в атаку. Нету игры в обороне никакой. Понимаешь? Воротарь молодой. Пускает с нулевого. Два гола уже пустил. Сколько? Ну, еще два давайте подождем. Там предполагаем. Ну, ничего не было. Ну, в этой ситуации что должен руководить ее делать? Да, искать замену тренеру. Ну, а Черчесов смог бы все исправить? Наладить игру? Что-что? Ну, Черчесов получилось бы объединить команду и наладить игру? Ну, опять, мы вот говорим, я... Ну, есть у него способности. Я только что тебе объяснил, что я говорил о том, что вот у Кононову должно получиться. Ну, да, да. Вот сейчас я буду говорить. Да. У Черчесова должно получиться. А дальше не получилось. Мне сказали, вот, блядь, ты еще... Тут договорились до того, сейчас мне болельщики звонили, что я назначил Диму Оленьшеву. Ага. Вот договорились до этого. Это вы там разговаривали с Сведуном. Я говорю, я с Сведуном один раз встречался. Всего. Один раз. Не может быть. Понимаешь? Ага. Вот и вся история. Хорошо, еще один вопрос на эту же тему. Российских опытных тренеров, кроме Семина, Гаджиева и, возможно, Черчесова, у нас нет. Вот, ну, скорее всего, эти трое, если не придут. Как вы отнеслись бы к... Бердеев, 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 Бердеев. А как, ну, а что вы думаете про Бердеев в Спартаке? Я думаю, что он наладил бы игру команды. Другое дело, как бы она выглядела, эта игра, нравилась или нет, понимаешь, игра, вот. Но то, что он бы наладил игру команды, не сомневаюсь. Везде, где он был, он везде налаживал игру команды. Да, сейчас мы, скажем, оборона в основном, там еще что-то. Но все равно это игра команды. А что вы думаете об иностранном тренере? Через такой спартак проходил? А я думаю, придет хороший тренер и может что-то сделать. Кто это будет? Не знаю. Просто так, вот, пальцем в небо, там, этот или этот. Ну, давайте Гвардиолу. Я думаю, что он скажет, купите мне 10 человек из Манчестер-Сити и 8 человек из Барселоны. Я вам сделаю команду. Да он и с этой командой сделает. Ну, время какое-то надо будет подождать. То команда будет играть симпатично. Но все равно он будет ее укреплять, укреплять и укреплять.